всем привет с вами юля вы находитесь на канале вышивки крестом сегодня 8 мая воскресенье кстати сегодня праздник материнский день я всех поздравляю с этим замечательным праздником и сегодня я хочу подвести итоги этой рукодельной недели ну словно скажем со 2 по 8 мая до на этой неделе я не снимала не делала включения не записывала влог потому что на этой неделе я монтировала видео по сп рукодельный урожай и в принципе видео я смонтировала достаточно быстро но когда стала загружать некоторые музыкальные треки youtube не пропускал у меня есть специальная программа купленная где есть определенная библиотека с музыкой которую можно загружать на youtube но время прошло скорее всего какие-то авторы изменили свое мнение может быть контракт закончился и стали эти музыкальные треки youtube их перестал пропускать как доступные и я переделала видео заменяла музыку загружала снова и опять у меня случались вот такие вот моменты что какие-то треки попадались и вот так вот три раза можно было бы делать конечно без музыки но вот именно в отчетах совместных мне хочется добавлять все таки какую-то музыку фоновую так интереснее мне кажется но что-то как-то чтобы было более интересное видео и вот пришлось мне целых три раза переделать видео его форматировать да за чтобы она рендилась и потом загружать на youtube и потом когда загрузится на youtube ваше видео там у вас есть такой-то контент конечно в принципе ничего страшного можно было бы оставить но знаете потом они вот эти висят эти жалобы на авторские права как бы вроде бы пишут что вам ничего но тем не менее на youtube постоянно что-то меняется правила становятся все более строгими и я решила как бы не оставлять такие видео с музыкой хотя конечно и потом могут уже задним числом кто-то изменить свои авторские права сделать запросы опять ну как бы тоже будут с этими с претензиями висеть эти видео ну такой вариант можно не добавлять музыку в общем посмотрим посмотрим пока делаю так а дальше будет видно и конечно с youtube все становится сложнее все более строгие правила добавляют youtube изменения постоянно какие-то добавляют и вроде бы все знаешь уже столько лет я снимаю видео и каждый раз что-то новое что-то нужно находить открывать изменять все столько всяких разных этих моментов которые приходится преодолевать ну куда деваться ничего потихоньку разбираемся такое вот у меня вступление произошло и хочу начать это видео с финиша вы наверное уже догадались потому что здесь у меня это обложка картиночка лежит уже столько времени вы смотрите смотрите наверное догадались туда у меня есть финиш это реолис набор реолиса зигугу номер 1228 размер работы 8 на 8 сантиметров так комплектация у нас здесь луга на 25 каунт цветная нитки мулин анкор три цвета на планшетках металлизированная нить бисер три цвета бусина наполнитель две иглы художник елена калмакова ну и также здесь представлены вот такие вот вещицы очень интересные вообще реолис молодец прекрасные разработки есть новинки вот что-то такое новенькое попробовать выполнить фетровую тоже наборчик интересный треугольничек прикольно такие вещицы вот и что значит у нас есть схема у меня осталось она чистая очень простая комфортная доступная нитки все остались вот они на планшетках большом запасе и бисер бисер три цвета три цвета бисера вот такой светло-розовый темно-розовый и вот такой вот ну темно-золотой условно тоже бисер хороший качественные чехия прицесса реолис не жадничает и качественный бисер вкладывает и в достаточном количестве поэтому конечно тут молодцы молодцы что тут скажешь с огромным удовольствием я повышевала этот процесс быстро завершила а вот этот бисер у меня в этих ячейках это с ангела на оде меншинс там где гладь пока он у меня здесь потому что процесс то еще у меня идет а этот бисер нужно будет разобрать вот я такая ленива еще его не разобрал у меня еще бисер от иконы стоит на столе тоже не разобраны нужно будет как-то организоваться сделать уборку в рукодельном уголке такой вот у меня получилось длинное предисловие и давайте посмотрим непосредственно уже готовые изделия это изделие у меня находится вот в этой моей корзиночки где у меня здесь тоже всякая мелочевка корзиночка постоянно меняется потому что какие-то вещицы у меня в процессах вот примеру вот это без корню она у меня в процессе видите здесь иглы ленты булавки в общем тоже что-то припарковано мои мелхилки к сожалению так и не оформились руки к ним не дошли но они меня и так радуются здесь и стоят по кругу я их переставляю туда-сюда вот как-то так любую семи радуюсь вот ну и зигугу давайте посмотрим все детально рассмотрим я вам покажу нашу нашу мою мою зигугу какие-то может быть нюансы подробности так давайте рассмотрим более подробно это изделие получилось подушечка очень нежная очень аккуратная вышивка была несложная несмотря на то что здесь вышивка крестом в одну нить через одну нить при плетении из серии уриолис вот таких изделий это самая простая поэтому не будет изберите вышивайте порадовала то что здесь идет смешанная техника много бисера идет в украшении немножко сложно вышивался бы стич металликом ну потому что металлик он всегда менее послушный чем мулины и поэтому нужно аккуратно выкладывать вот эти стежки также сразу пришивала бисер в принципе нет ничего такого прям сложного работа есть работа кропотливая изделие это маленькая поэтому и пришлось потрудиться мне понравилось как оформились уголочки вот видите здесь как ягодки вот таким образом очень это красиво смотрится это лицевая на сторона и вот с обратной стороны вот так обратная сторона мне нравится намного больше на получилось ярче более такая выразительная здесь более контрастные более яркие цвета использовались также больше бэкстича металликом вот эти алжурские глазки и много бисера как сшивалось изделие был квадрат каждый уголочек вот как конвертик до складывается внутрь и сшивается швом без корню предварительно конечно я весь в квадрат обшила швом назад иголку и вот за эти стежки как мы шиваем без корню прихватывая сшивала вот этот квадратик уголок за уголком то есть вот один был треугольничек потом 2 шился 3 и уже потом вот этот треугольничек бисер который закрывает шов я пришивала уже потом так проще потому что изделие маленькой миниатюрной и сразу пришивать бисер неудобно нитка цепляется за разные изделия и нужно аккуратно еще пришивать сшивать изделие поэтому я сначала сшиваю и потом просто сверху прохожусь из пришиваю бисеринки я так уже делала и мне понравилось так так проще вот и в принципе не видно нигде не так поэтому я сначала сшиваю а потом сверху закрываю бисером вот что еще здесь из нюансов а сделала конечно же петельку скрутила и отдела бусинку просто и в общем все красиво единственная не делала кисточку я ее как бы начала выполнять кисточку а потом подумала померила и решила что мне она будет мешать я все-таки этими подушечками пользуюсь периодически вот она будет здесь и липаться это кисточка я решила ее не делать конечно это дело вкуса вам решать как вы будете выполнять ваше изделие я решила вот так мне все нравится все меня устраивает прекрасное получилось изделие я в общем-то всем довольны знаете когда я ее собрала наполнила потом зашила до расправила внутри наполнитель никак не могла с ней расстаться вот прям так и и хочется держать в руках на такая маленькая ювелирная очень нежная в то же время вот с одной стороны нежная с другой стороны такая яркая я в огромном огромном нахожусь впечатлении от этого изделия рекомендую вы себя порадуете она несложная потихонечку ее можно вышить то но если у кого-то конечно проблема со зрением вы не вы можете работать вот с вышивать через одно не переплетение тут конечно другой вопрос но если более-менее ваше зрение позволяет то не бойтесь это очень очень красиво и интересное изделие также я отметила в моем списке финиш вот у меня 2 мая завершилась работа и у меня на сегодняшний день 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 финиш и с одной стороны как бы много с другой стороны и тут много маленьких работ поэтому мне конечно нужно ускоряться и вышивать и большие работы а то к концу года у меня будет мало итогов мало финиш и нужно работать выполнилась это у меня был такой план по ее выполнение уже давно потому что я покупала вот эти три набора у триоли с ней хотелось их обязательно сделать я уже показывала без корню рассвет до фантазия easy google вот и теперь все все дома все вышито конечно есть у меня идеи по каким-то еще мелочам что я хочу сделать попробовать но это уже не знаю может быть еще одну штучку я сделаю в этом году все остальное на следующий год до скорее всего в этом году будет еще одно маленькое творение а пока вот так я самое главное вот эти триолиса наборчики сделала мне прямо мне прям радостно и хорошо на душе что я все-таки смогла их все три выполнить и они недолго в общем-то и ждали нормально вот и значит это финиш у меня этой неделе и этого месяца не знаю будет ли еще один финиш этом месяц или нет получится ли нет но по-крайней мере один есть и я этому очень рада давайте теперь посмотрим процессы итак ну во первых конечно же мой основной процесс над которым я сейчас работаю нашему совместном проекте рукодельный урожай и вы знаете по чуть-чуть по чуть-чуть и конечно же эта работа продвигается я довольно темпами ну вот конечно всегда может быть и лучше но вот то что у меня получается на сегодня у как вышивать я тоже этому рада потому что всегда есть работа домашние дела что я сделала на этой неделе на этой неделе я занималась преимущественно пэкстича вот здесь у меня очень было много пропусков и вот сейчас тоже на камеру смотрю что вот здесь я еще нашла такой кусочек нужно будет дошить вышивала много вот здесь что-то распускала но хочу вам сказать что распускать здесь бэкстич это дело неблагодарное потому что цепляются за крестики где-то что-то не очень аккуратно получается поэтому скорее всего я больше распускать здесь не буду вот как он есть у меня здесь вышит в две нитки так и его оставлю все остальное дальше у меня вышивается в одну нить мы не сильно так контрастный видно где-то его видно что он очень контрастный но в целом как бы мне кажется что но если прям вот сильно не искать и какие-то моменты то незаметно где в две нитки вышиваются где в одну вот я буду дальше продолжать вышивать в одну нитку в общем здесь все что было я дошила но вот нужно будет сейчас вышить еще вот этот вот кусочек еще посмотрю по схеме по картинке где что я могла еще пропустить потому что очень-очень много деталей вот я вышиваю вышиваю смотрю смотрю вроде бы на все и вот видите все-таки не все где-то еще какие-то нюансы находятся вот вышила в общем на этой неделе я здесь бэкстич дальше переключилась на красавицу морскую здесь тоже вот это вот вся зелень не не знаю сначала я думала что это водоросли какие-то да но вот сейчас смотрю что вот из головы как бы все это выходит значит скорее всего это волосы ее зеленые а сверху наверное вот этого желтая то не волосы какая-то как корона может быть и какая-то раковина да потому что вот здесь будет такая диадема вот и поэтому вот эту вот зелень я все тоже обшила бэкстичи но условно скажем это волосы да лицо кстати получилось она довольно таки симпатичная я думала будет похоже нет нормально получилось и вот тут тут голова вот эти украшения тоже я бэкстичи обшивала немножко диадема повышивала переключилась на бирюзовый цвет очень яркий такой позитивный и вот сделала уже такую такой мостик соединила внутренний круг перешла на кораблик здесь уже чуть-чуть повышевала мачту какие-то хвостики позаправляла тут еще вот что-то я начала вышивать ну в общем условно скажем свою тысячу крестиков этот процесс получил на этой неделе продвигается да конечно вышивки еще много но тем не менее мы потихонечку растем и все шансы к концу месяца умножишь еще раз два три не три недели у нас еще есть поэтому я думаю концу месяца а может больше не завершится но не завершится так не завершится это не так критично что прям вот в концу месяца завершить главное каждую неделю хотя бы по тысячу крестиков и все будет окей вот как вы видите по картинке я вот здесь сейчас нахожусь и вот я сейчас думаю где мне вышивать там слева справа и периодически меняю местоположение потому что меняется картинка меняются цвета ниток как бы так что-то новенькое и отвлекаешься и отдыхаешь тоже время и работа то даже как ну какая должна продвигается до не переключаясь на другой процесс вот и скорее всего я склоняюсь наверное вправо пойду пойду вправо здесь меня ждет достаточно легкий участок вообще вся работа она несложная но здесь достаточно легкий участок здесь вот эти вот завитушки такие что это у нас это у нас получается все я поняла круговорот воды вот из гор до выходит у нас источник водные вода идет и приходит в океан мировой поднимается поток снова сюда же в гору я так понимаю вот поэтому мне сейчас нужно будет вышивать вот эти вот этот источник может быть вот этот участок я за неделю вышью будет 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 очень хорошо будет замечательно если я смогу вышить этот участок на этой неделе вот что еще по этому процессу нужно будет мне также как-то опять организоваться с этим процессом я вот все никак не могу найти для себя комфортную организацию то на пяльцах то на норги то на кюснапах то на станке то туда то сюда вот и сейчас мне нужно будет вышивать верху а здесь уже как бы ткани мало и высоко получается не знаю как я буду организовать процесс на норги хорошая натяжка но норги не закрепляются на топексы они нет наклона нет поворота они как бы торчат вверх у меня вот на кюснапах конечно хорошо это могу регулировать себе наклон с кюснапами очень прикольно и удобно получается там их чуть-чуть вверх чуть вниз они как бы у них есть такая возможность делать этот поворот вот но ткани мало то есть нужно будет как-то как-то за что-то зацепиться на раму бы но рам у меня уже нет скорее всего на кюснапы может быть даже переверну работу кверх ногами тоже такой вариант может пройти ну в общем ничего я что-то придумаю и буду продолжать вышивать покажу вам немножко поближе какая она эта работа яркая красивая сочно вот сейчас вышиваю показываю девочки опять загорелись этими дизайнами тоже хотят вышивать но я вам рекомендую действительно берите вышиваете можно сделать подбор потому что дизайн такой знаете в такой стилистике где какая-то может быть разница в оттенках она не будет столь столь критично главное подобрать хорошо до сделать подбор и любую основу взять можно равномерку вышиваете такие сочные такие классные очень простые схемы поэтому здесь вышивается на одном дыхании нет каких-то вот таких моментов что какой-то вот участок там одиночки еще что-то нет взял нитку и ты ее вышиваешь вот я вышиваю по набор наборе же короткие ниточки да по 60 сантиметров складываю в 2 вышивая никаких проблем все вот замечательно в общем этот процесс только одни плюса а но есть один минус которым я говорила и в прошлый раз это то что здесь все в наборе закончились быстро черные нитки вот просто вот на этом этапе там их было мало не раз и закончились скорее всего когда выпускали этот набор сделали расчет просто по кресикам а бэк стич вообще не учитывали а его же здесь много и он не так съедает ого-го а еще прописали в две нитки так так вообще вот здесь вышел кусочек и все нитки закончились на самом-то деле вот у меня добавила пасму и уже эта пасма которую я добавила у дмс она уже тоже так хорошо похудела поэтому моток сюда черных нужно это обязательно вот что еще сказать ну в принципе все с этим процессом понятно отправляется он в свою очередь и покажу вам еще процесс над которым я работала я вам говорила что планирую хочу вышивать моего ангела в технике гладь ну и в принципе ничего не изменилось и хочу вышивать конечно же но на этой неделе ко мне пришло неожиданное вдохновение на другого моего ангела у dimensians причем насколько она резкая знаете сидела вот видео загружала что-то там в интернете делала и вот неожиданно мне стрельнула как говорится в голову и вот ничего другого не хочу дать мне этого ангела но почему себе отказывать зачем отказывать всему свое время значит этот ангел раз он у меня так попросился зачем отказывать и этот ангел это тоже dimensians золотая коллекция ангел мелодии размер работы 28 на 38 сантиметров вышивается на аиде 18 аккаунта номер набора 8708 и знаете почему скорее всего меня потянуло к этому дизайну потому что я на отдыхалась на аиде 14 аккаунта от гаммы вот простого такого дизайна до вальяжных крестиков и мне захотелось вот этого вот dimensians меленького 18 аккаунта со всеми этими прибамбасами блендами какими-то вот такими вот мелкими штучками и я решила думаю достану я этот дизайн эту раму и немножечко повышеваю там вечерок там посмотрим там субботу воскресенье посмотрим вот ну я достала этот процесс посмотрела думаю так что у меня здесь ну во первых у меня была лента не выполнен бэкстич и вот здесь вот нога почему обратила сразу на это внимание потому что мне нужно было перемотать основу сейчас немножко вот так покажу я уже приматала вот мне же здесь этот орнамент был выше и мне нужно было перемотать основу я посмотрела что оставалось мне вышить бэкстич сразу выполнила бэкстич и немножко уже перемотала основу опустила вниз чтобы было мне легче вышивать кстати лента вышивается тремя цветами ниток в одну нитку и в две нитки вот где была возможность где доставала я бэкстич сделала а это у меня было еще тогда не вышито ну и ногу я уже отбекала ну и приступила крестиком и вот знаете я посидела вечерок вчера с таким удовольствием я так вышивала так легко вышивается не обращать внимание у меня здесь очень много ниток я спешила вчера мне хотелось немножко сделать продвижение поэтому нет такие хвостики остались мне было ленью закрепляться поэтому я выводила их наверх буду зашивать обрезать этого я все приведу в порядок вот и я с таким удовольствием вышивала эти крестики схема такая простая легкая берешь нитку практически все вышиваешь и у меня уже образовалась как бы границы юбки до ноги лето тут повышевалась в общем меня так увлек этот процесс честно вам скажу мне сегодня много намаженных дел но мне так лень заниматься делами я скучаю по вышивке хочу повышевать прям вот брошу все сегодня буду вышивать буду отрываться не знаю вот вот как то так и вот сейчас смотрю вот еще мне бакстич не сделан нужно будет отмотать и доделать вот и еще такой момент у меня где-то здесь есть ошибка я когда откладывал эту работу я помню что мне где-то здесь был какой-то сдвиг и я вчера стал здесь вышивать что-то тут искала искала ну запуталась я пойму что мне где-то здесь какой-то есть и какое-то есть смещение она не сильно критичная да вот на клеточку и как бы с краешку это все поправимо вот вот в этом участке скорее всего мне придется немножко сдвинуть на клеточку и нога будет но сдвинута чуть-чуть сюда а здесь я все это выровняю вот этот участок просто здесь будет сдвиг вот и дальше картинка пойдет у меня уже все по схеме вот так почему так получилось потому что я на этой работе не сделала разметку схема то простая и я понадеялась на себя зря и без разметки стала вышивать я когда вышиваю смотрю youtube очень часто отвлекаясь залипая на что-то и вот когда знаете переключается внимание туда-сюда вроде бы на схему смотрят все понятно внимание переключилось что-то там уже по-другому усмотрел пошел вышивать и так вот ошибки а когда есть разметка то я по разметке всегда по линии себя перепроверяю поэтому я разметку люблю ей пользуюсь она мне помогает ну вот тут вот я уже сделала эту ошибку поэтому придется мне это все выравнивать час вот вышью вот тут ленту совмещу с платьем и вот так вот пойду вышивать эту эту ошибку найду здесь по рисунку считала считала еще в прошлый раз нигде не нашла ошибку ну может где-то в ленте я что-то здесь добавила либо убавила и отсюда у меня пошла ошибка но уже много выше то распарывать не буду просто подгоню вот тут небольшой не такой какой-то критичный участок там все исправится вот что еще хочу по этой работе сказать да наверное больше тут сказать нечего тут нужно вышивать работа прекрасная шикарная с таким настроением ею вышивала и вот сейчас быстренько видео до снимаю себя демонтировать и буду вышивать очень соскучилась повышеваю на этой неделе ну пока настроение есть пока вот у меня горит буду вышивать а дальше посмотрим что и как вот такая красота мне должна получиться как-то я раньше к ангелам была настолько холодна вот показывали девочки ангелов ну не моё ну мне не надо как вот она у меня так случилось и знаете они ко мне как налетели эти ангелы у меня столько дизайнов наборов с ангелами вышивать не превышивать еще наверное будут приходить прям вот так они дружненько как прилетели ко мне и ну очень нравится будем вышивать ангелов раз вот такое настроение так случилось конечно же буду вышивать ангелов вот по этой работе все показала на каком этапе она находится и буду вышивать на следующей неделе не знаю как получится либо будет влог либо уже все вместе в конце недели вам покажу расскажу посмотрим по настроению по обстоятельствам и еще один процесс который я принесла с работы вам показать это дименшинс простая серия фредерик литератор очень очень известный набор я его начала в прошлом году в летних стартах это много поначинала ими теперь все мои начатыши вышивать не перена вышивать а с другой стороны не начнешь так и будет лежать в наборе вот ну теперь мне нужно его вышивать так как дома у меня достаточно процессов я этот забрала на работу ну и там потихонечку вышиваю вот продвижение крохотные на работе я мало вышивают только в том случае когда муж свою работу заканчивает точнее я свою работу заканчиваем уже еще есть я его жду его там я могу повышевать какие-то крестики показываю вам нитки в косичке какие не яркие классные шикарные ниточки очень люблю эти вот косички класс да и что мне здесь навышивалась ну в общем то вот вот он мой котик вами в месяце в летнем месяце старте у меня был вышит код и вот эта полка а книги это я уже на вышивала в этом году вышиваются нелегко и вы представляете сейчас да получается май месяц вот за все это время сколько у меня на работе вышитой вот тут еще припаркованные глаз нитка нужно черный цвет дошить вот ну тем не менее какое-то хоть есть подвижение и может быть я подержу этот процесс еще дома нужно здесь вышить бэкстич бэкстич вышить коту усы не вышивала потому что они длинные нужно было вышить вокруг него крестики и что еще она представлю представлю пяльца тогда наверно вверх потому что смотрите у меня здесь книги дал вот здесь и нужно будет вот тут еще эту полочку дошить немного но чтобы уже был уголок полностью меня завершён но дальше пойду вот так потихоньку вышивать слева направо начала я скота мне захотелось вышить его мордочку вышивался очень легко быстро с таким настроением и черная основа совсем как бы не проблема здесь нормально вышивается так все-таки 14 каунт ну что тут скажешь дименшинс дименшинс он классный несмотря на то что дизайн достаточно такой знаете за вышивательные его уже на вышивались тем не менее вышивать все равно фредерико этого очень приятно вот сам процесс он такой классный дизайн мне нравится мне нравится я люблю котов от дименшинс в частности мне нравится дизайн и чарльза высоцкий также вот ой забыла забыла кто у нас сделал кота художника тримстрент джеймс джеймс тримстрент по-моему да у него тоже классные коты но дименшинса по моему только один его код в разработке а нет там еще были коты но они были в гобелине там код который музыкальный тоже по моему это джеймса тримстрента как же правильная его фамилия нужно будет на типа подписать то я может быть неправильно произношу вот если его поищите в интернете у него шикарные тоже коты но у меня вышит макс мэгги кто за кем наблюдает не знаю по чьей картине по чьей разработке кто за кем наблюдает фредерик и у меня есть леонардо его я тоже должна вышить вот может быть еще каких-нибудь котов насобираю вот но самый любимый конечно макс и мэгги всех я вам рекомендую вышивать это такие работы приятные они такие интересные я бы еще раз их вышел от правда там столько всего интересного детали техники меняются ну шикарные разработки вот прям нас прям ностальгия напала меня не здесь у меня рядом висят надо мной макс и мэгги смотрю на них вспоминаю как я их вышивала просто какая-то ностальгия на самом деле вот ну на этом в принципе все это все процессы которые были у меня на этой неделе также добавлю немножко что-то из влога что-то развлекательное ну или на следующей неделе по обстоятельствам либо будет влог либо будет уже все вместе посмотрим вот что еще мы все в принципе желаю вам на этом хорошего настроения до новых встреч и всем пока пока всем привет сегодня 1 мая воскресенье выходной но естественно воскресенье выходной плюс завтра также будет у нас нерабочий день ну и мы сегодня решили приехать на нашу барнесу ничего лучшего мы не придумали так как на море еще холодно в кафешку ехать скучно в общем мы приехали на барнесу и сегодня мы решили провести такой эксперимент хотим подняться на гору там где радары то есть высоко-высоко будем подниматься бор с нами вот бору лучше всех тут прохладно плюс 15 ему классно но мы сейчас поднимаемся уже согрелись вот и не нашли мы пока какую-то тропку вообще должны быть мы идем на пролом как говорится без тропок поднимаемся на крутую гору ну что интересное такое будет приключение конечно птицы поет все здорово все классно ползем на гору вот есть я я туда доберусь я вам сделаю включение именно оттуда с высоты так полпути мы преодолели здесь такое местечко открыто длине деревьев и виден горизонт достаточно высоко мы устали подъем очень крутой не по тропинке идем просто вот на пролом не нашли мы какую-то такую про тропинку чтобы отсюда вела вверх поэтому идем на пролом ужасно устала ну не знаю дойдем мы думать до вершины или нет пока им сегодня вон и гору или нет вот такая вот картинка сейчас передохну ну и не знаю попробую еще немножко преодолеть высоты такая здесь красота птицы поют лес вот такой вот горный ну что мы все-таки смогли и забрались на вершину горы я думала здесь будет такая знаете лысая гора но здесь тоже лес достаточно густой много деревьев дальше мы ходить не будем потому что дальше туда в сторону там идут радары и гражданские военные мы сейчас немножко передохнем отдышимся будем спускаться пойдем еще может быть немножко походим честно я устала костя настаивает но я уже устала я уже хочу 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 пить есть и отдыхать но посмотрим как пройдет спуск главное уцелеть спуск очень крутой никаких тропинок просто вот ползли на гору ладно отправляемся вниз ну наверно увидимся в следующем включении хороший вид 1200 метров гора вот такая красота высота еле стою здесь на самом-самом таком склоне каменистом кроссовки немножко скользкий мы будем спускаться гости мне выдал инструмент вот такую палку полегче стало мы и и и и и и и